Образование это та сфера, которая нуждается в постоянной модернизации. Следование тенденциям и учет изменений, которые происходят в мире ежедневно, это главные факторы, которые позволяют не только сохранить, но и повысить уровень образования. Не последнюю роль в этом процессе играет обмен опытом. Одной из крупнейших в мире специализированных научных площадок по педагогическому образованию стал форум ИФТ. Организатором его является один из старейших российских вузов – Казанский федеральный университет. Накануне стартовал уже девятый форум. Девять лет назад мы провели первый международный форум в Казанском университете по педагогическому образованию, который собрал чуть более ста человек. И отрадно констатировать, что за прошедшие годы масштабы и востребованность форума в российском международном научно-образовательном пространстве значительно расширились. Сегодня мы вновь рады видеть наших давних партнеров и новых коллег, которые приобщаются к одной из крупнейших в мире научных площадок по обсуждению проблем и перспектив развития педагогического образования. Основные цели форума – содействие исследованием и инновациям в области педагогического образования, изучение авторских методик коллег, а также поддержка межинституционального сотрудничества в области качества подготовки педагогов, специалистов образовательной сферы. Учитель – это прежде всего человек, который определяет будущее наших детей, будущее нашей республики, нашей страны, нас всех в целом. Именно поэтому крайне важно наличие в стране высоко образованных профессиональных педагогических кадров, которые обеспечивают преемственность поколений, формируют нравственные ценности, позволяющие полноценно строить наше будущее. В этом году в рамках форума специалисты обсудят социальную роль современного университета, возможности инклюзивного образования, психологические аспекты работы педагога. Будут затронуты и проблемы дошкольного образования. В рамках проблем дошкольного образования мы для себя определили несколько таких ключевых тем. Во-первых, вопросы когнитивного развития ребенка в цифровой среде, потому что сегодня дошкольники проводят огромное количество времени в различной такой реальности, в том числе и цифровой. Поэтому, насколько их меняются когнитивные функции, как они стараются регулировать свое поведение. Один из важнейших вопросов, определяющих будущее высшего образования – то, в каком направлении оно будет развиваться, как на него повлияет стремительное развитие технологий и, самое главное, что останется от традиционных методов. Мне очень понравилась мысль о том, что нужно и историю нашей советской, российской педагогики, и нынешнее состояние педагогического образования как-то интегрировать, не соединить искусственно, а как-то, чтобы традиции перетекали в новаторство. Вот эта мысль близка, интересна, и это, наверное, стоит делать. Подведение итогов форума состоится 26 мая. В дальнейшем они определяют вектор развития педагогического образования. Маргарита Михайлова, Фарид Захитаглы, Универньюз.